Десятка самых-самых. Наш ежемесячный произвольный топ на самые разные игровые темы. Десятка — это повод вспомнить самые знаковые моменты истории видеоигр. Десятка — ещё одна причина смахнуть ностальгическую слезу по былым временам. Десятка — отличный шанс узнать, что нечто важное в жизни уже было упущено. Все знают, что о мёртвых следует либо молчать, либо говорить только хорошее. Традиция этой сотни лет, но появилась она вовсе не потому, что наши предки испытывали какой-то особый пиетет перед усопшими. Столь почтительное отношение к ним объясняется банальным страхом. Вдруг мертвец услышит, как о нём злословят и, пробудившись от вечного сна, примется мстить хамам. Легенда о всевозможной нежите, которая не желает спокойно лежать в могилах и портит жизнь честным гражданам, есть в большинстве мифологии мира. Однако, несмотря на то, что история живых мертвецов уходит корнями в глубину веков, привычный нам образ неуклюжего полуразложившегося трупа, жаждущего полакомиться человеческими мозгами, появился совсем недавно. Современное звучание понятию «зомби» придал режиссёр Джордж Ромеро, снявший в 1968 году фильм ужасов «Ночь живых мертвецов». При скромном даже по меркам того времени бюджете, едва превышавшем 100 тысяч долларов, дебютная картина «Ромеро» собрала в прокате более 40 миллионов долларов. Столь впечатляющий успех породил целую волну подражателей и продолжателей. Волну, которая не только до сих пор не схлынула, но и захлестнула практически все сферы массовой культуры, в том числе и игровую индустрию. Не секрет, что практически вся верхушка Третьего Рейха увлекалась оккультными практиками. Сложно сказать, действительно ли фюрер и его приближённые верили, будто потусторонние силы обеспечат им мировое господство, но в кино, литературе и играх образ нацистов, одержимых мистикой, закрепился очень прочно. И потому не приходится удивляться, что в играх о Второй мировой войне нам то и дело приходится бороться не только с рядовыми бойцами вермахта и СС, но и разнообразной потусторонней нечистью. Вот и издательство Activision, решив в начале века выпустить сиквел легендарного шутера «Вульфенштайн 3D» не устояла перед соблазном приправить сюжеты без того, построенный на расхожих штампах, изрядной долей мистики. Теперь американский шпион, заброшенный в тыл к врагу, противостоял уже не просто кровожадным нацистам и сумасшедшим учёным, но и паранормальной дивизии СС, которая стремилась с помощью тёмной магии поставить на службу Гитлеру армию зомби. На наше счастье, в качестве рабочего материала нацисты использовали собственных далёких предков солдат армии императора Генриха I. И хотя те за тысячу лет, на удивление, здорово сохранились, современного оружия они так и не освоили, а с мечом и топором против наших автоматов и пулемётов не слишком-то повоюешь. С другой стороны, в Return to Castle Wolfenstein у зомби была весьма солидная группа поддержки, включающая всевозможных киборгов, мутантов и, конечно, простых смертных солдат. Субтитры создавал DimaTorzok Золотой век аркадных игровых автоматов давно минул, однако в 90-х годах прошлого столетия они ещё пользовались немалой популярностью, и одним из наиболее востребованных жанров были виртуальные тиры. А кто лучше всех подходит на роль мишени в подобной игре? Для WoW Entertainment, одной из внутренних студий Sega, которая в 1996 году выпустила игровой автомат The House of the Dead, ответ был очевиден. Конечно же, тупые многочисленные орды жутких зомби. Как ни странно, геймплей The House of the Dead не сводился к банальному отстрелу всего, что движется, хотя бы потому, что кроме полчась живых мертвецов, на экране то и дело появлялись живые люди, убийство которых, разумеется, не поощрялось. Более того, ход игры зависел от того, удавалось ли нам спасти попавших под перекрёстный огонь гражданских. И, скажем, если игрок начинал палить куда попало, не разбирая друзей и врагов, это приводило к гибели возлюбленной главного героя. Спасибо! В 2002 году сериал The House of the Dead угораздило привлечь внимание на тот момент практически неизвестного за границами родной Германии режиссёра Уве Болла. Боссы Сега ещё не знали, с кем имеют дело, и опрометчиво доверили немцу экранизацию игры. Дом мёртвых стал его первым, но, увы, далеко не последним игровым фильмом. Как ни странно, Дом, в отличие от большинства картин Болла, принёс какую-то прибыль, хоть и мизерную. Так что фильм даже обзавёлся сиквелом. Он, впрочем, вышел ничуть не лучше оригинала, хотя режиссёром выступал уже не Болл, занятый осквернением других игровых сериалов. Несмотря на неудачные киноадаптации, «The House of the Dead» неплохо себя чувствует и сегодня. Пусть четвёртая часть, увидевшая свет аж в 2005 году, так и осталась эксклюзивом для аркадных автоматов. Зато недавно, с выходом очередного, на сей раз пародийного ответвления серии, которое получило под заголовок «Overkill», «The House of the Dead» пережил второе рождение на консолях, поддерживающих контроллеры движения. «Ви» и «Пи-Эс-3». В наши дни испугать кого-то банальным ходячим трупом задачи не из простых. Зомби стали чем-то совершенно обыденным и почти не страшным. Им всё чаще не находится место в настоящем хорроре. Поэтому мозгоеды участвуют в откровенном трэше и пародиях. А ведь ещё совсем недавно зомби действительно вселяли ужас в людские сердца. Одним из самых убедительных тому подтверждений может служить оригинальная «Alone in the Dark», увидевшая свет в 1992 году. Строго говоря, первая часть приключений детектива Эдварда Камби не принадлежит к числу игр, посвящённых зомби. Мы оказывались заперты в старинном заброшенном доме, который попал во власть потусторонних сил. Были среди его сверхъестественных обитателей и живые мертвецы, но кроме них здесь хватало и другой нечисти. Однако именно «Alone in the Dark» заложил фундамент жанра «сурвайвл-хоррор» и стал предтечей многих игр, о которых мы сегодня ведём речь. Так что отбросим формальности. Десятка лучших игр про зомби никак не может обойтись без культовой игры студии Infogrames. К сожалению, «Alone in the Dark» оказался второй после «The House of the Dead» игрой, пострадавшей от режиссёрской бездарности Уве Болла. Достаточно сказать, что киноверсия «Alone in the Dark» вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая провальная экранизация игры, выходившая в широкий прокат. Невероятно, но несмотря на столь оглушительное фиаско, неунывающий немец умудрился снять ещё и сиквел. За последние годы миллионы офисных работников, не выходя из своих уютных кабинетов, освоили фермерское ремесло. Казалось бы, какое отношение столь мирное занятие может иметь к живым мертвецам? Один из ведущих мировых производителей казуальных игр, студия PopCap Games, убедил нас, что самое прямое. В Clans vs. Zombies нет нужды браться за оружие, чтобы защитить свой дом от нашествия зомби. Достаточно лишь разумного сделать свой сад и огород. И тогда шипастые кактусы, артиллерийский горох, взрывоопасная вишня и прочие дары природы неприступной преградой встанут на пути голодных трупов. Незамысловатая на первый взгляд игровая механика и мультяшная стилистика Plans vs. Zombies вроде бы настраивают на несерьезный лад. Однако она относится к тем редким играм, за простеньким фасадом которых скрывается глубокий, многогранный и затягивающий геймплей. Благодаря обилию локаций, игровых режимов, видов растений и зомби, каждый из которых наделен собственными уникальными способностями, Plans vs. Zombies оказалась настоящим подарком для вдумчивых стратегов. При этом умудряясь оставаться очень веселой и совершенно ненавязчивой. И потому не кажутся простой бравадой слова дизайнера игры Джорджа Фэна, утверждающего, что примерно половину ее аудитории составляют хардкорные геймеры. На PC Plans vs. Zombies вышла в мае 2009 года и моментально стала хитом, после чего разработчики приняли вполне резонное решение перенести игру и на другие платформы. В первую очередь PopCap Games поспешила порадовать владельцев портативных устройств, использующих операционную систему iOS. Plans vs. Zombies дебютировала в американском App Store 15 февраля 2010 года. И за первые 9 дней разошлась тиражом в 300 тысяч копий, что принесло ей звание самой быстро распродаваемой игры для iPhone. Это почетное звание она сохраняет до сих пор. Так же, как и любовь миллионов фанатов. ЗАГАСУКИ ЗОМБИ ВА КИРАЙ Сегодня в это не так уж просто поверить, но было время, когда компания LucasArts не ограничивалась выпуском проектов по мотивам «Звездных войн», а славилась собственными оригинальными играми. Одной из них была Zombies Ate My Neighbors, которая увидела свет в 1993 году. Тогда еще не было принято смеяться над зомби, особенно в играх. Но разработчики не побоялись спародировать едва ли не все классические фильмы ужасов 50-х и 60-х годов. И в первую очередь Ночь живых мертвецов. Хотя упоминания в названии игры удостоились одни только зомби, воевать на протяжении аж 50 уровней приходилось и с другими монстрами, начиная от оборотней и заканчивая пришельцами. Конечно, не юмором единым подкупала игра. Разработчики смекнули, что просто истреблять монстров игрокам достаточно быстро надоест. И потому поставили перед ними совсем иную задачу. Спасать туповатых соседей, которые так и норовили угодить в какую-нибудь глупую переделку. А чтобы игроки уж точно не заскучали, Zombies Ate My Neighbors снабдили кооперативным режимом и одним из богатейших арсеналов в истории жанра. В 1994 году LucasArts выпустила продолжение под названием Goal Patrol. Однако после этого компания почему-то махнула рукой на один из самых смелых и необычных своих проектов. Но Zombies Ate My Neighbors и самой не лежится в могиле. В 2009 году игра стала доступна для скачивания в сервисе Virtual Console, а в начале текущего года стало известно, что в работе находится экранизация. Неудивительно, комедии про живых мертвецов нынче в моде. Несколько лет назад издательство Electronic Arts ощущало острую нехватку собственных долгоиграющих сериалов. Хотя бы отчасти восполнить этот дефицит был призван экшен Dead Space. Необычный гибрид научной фантастики и зомби-хоррора. Хотя в мире, где человек уже давно бороздит космические просторы, живые мертвецы должны были бы смотреться как абсолютно чужеродный элемент, они легко и непринужденно освоились в футуристических декорациях. Вполне предсказуемо, вину за то, что мертвые космонавты внезапно начали оживать и бросаться на собственных товарищей, сценаристы Dead Space возложили на очередной инопланетный артефакт неизвестного происхождения. Он-то и послужил источником заразы, превращающей покойников в чудовищ, прозванных некроморфами. Возможно, именно из-за своего необычного происхождения они несколько отличаются от обычных зомби. Некроморфы не просто возрождаются безмозглыми кровожадными тварями, но и изменяются внешне порой настолько, что в этих мутантах почти невозможно признать бывших представителей и рода человеческого. Даже в плане повадок живые мертвецы из Dead Space отличались от классических зомби. Они часто хитрили и устраивали засады, но были столь же агрессивны, живучи и также стремились перекроить всё живое по своему образу и подобию. Хотя, по большому счёту, Dead Space не привнёс в жанр хоррора ничего принципиально нового, временами игра становилась по-настоящему жуткой. Особенно хорошо работал на атмосферу звуковой дизайн, подавляющий и агрессивный. Да и аудитория настолько изголодалась по фантастическим ужастикам в духе «Чужих» и «Нечто», что простила Dead Space все недостатки и раскупила более двух миллионов дисков. Субтитры создавал DimaTorzok Игр про зомби в последнее время выходит просто невероятное количество, порой более десятка за год. Тема живых мертвецов в наши дни эксплуатируется настолько активно, что подчас кажется, будто её уже выдаили досуха. И потому, вольно или невольно, но анонсы новых игр про зомби всё чаще вызывают не интерес, а острый приступ скепсиса. Примерно такую реакцию первое время после анонса вызывал у некоторых шутер Left 4 Dead от студии Turtle Rock Studios, которая на тот момент имела за душой лишь Counter-Strike Condition Zero и порт оригинальный Counter-Strike на Xbox. Казалось, всё, что может предложить Left 4 Dead, это давно набившие оскомину штампы, группа беглецов, переживших конец света, орды мёртвых и выстрел в голову, как лучшее решение главных жизненных проблем. К счастью, опасения оказались беспочвенными. Turtle Rock Studios при поддержке Valve Corporation создала один из лучших шутеров 2008 года. В кои-то веки зомби представали не тупыми увольнями, которые отлично подходят на роль движущихся мишеней и представляют опасность лишь в группе. Живые мертвецы из Left 4 Dead были быстры, сильны и живучи. Одно удовольствие сражаться с таким врагом, особенно если спину вам прикрывают верные друзья. Кроме того, разработчики придумали нечто, что, кажется, никому ещё не приходило в голову. Они ввели в игру цифрового режиссёра. Игра постоянно оценивала ситуацию и состояние игроков и подстраивалась под них. Вы практически никогда не знали, откуда и в каком количестве на этот раз полезут зомби. Благодаря этому играть в Left 4 Dead можно было до бесконечности, снова и снова проходя давно знакомые уровни. Но как бы ни был интересен кооператив в Left 4 Dead, даже он мерк на фоне режима сражений, в котором одна команда выступала на стороне людей, а вторая получала редкую возможность примерить на себя полуразложившуюся шкуру зомби. Блестящий многопользовательский режим превратил хорошую игру в выдающуюся и помог Left 4 Dead распродаться тиражом, превышающим 3 миллиона копий. Субтитры сделал DimaTorzok Участь среднестатистического зомби, прямо скажем, не завидна. Ведь он всего лишь безликая фигура в толпе таких же монстров, а встречают его либо криками ужаса, либо доброй порцией картечи. И немногие задумываются, каково это — быть живым мертвецом. Взглянуть на конфликт живых и немертвых с другой стороны могильной плиты попыталась в 2005 году студия White Load Games, выпустив Stop the Zombie in Rebel Without a Pulse. Главным героем игры выступал камевый и жор неудачник Стабс, застреленный отцом собственной любовницы в самый разгар Великой Депрессии. Более четверти века Стабс наслаждался уютом своей скромной могилки и не помышлял ее покидать, пока с удивлением не обнаружил, что покоится в самом центре футуристического мегаполиса Панчбоула, возведенного на месте его родного заштатного городка. Теперь какой уж тут покой. Субтитры создавал DimaTorzok Панчбоула, разбуженный от вечного сна и злой, как черт, зомби-камевый и жор выбрался из могилы с одной лишь целью отомстить обидчикам, обратив всех жителей Панчбоулов, таких же живых мертвецов, как он сам. Не только в играх, но и в кино и литературе о живых мертвецах сложно отыскать другого настолько же колоритного и уморительного зомби, как Стабс. Такой же, как за главный герой, получилась и сама игра. Яркий, необычный, веселый. Правда, в Конгрессе США юмора White Load Games не оценили. И за компанию Esphere обвинили Стабс и зомби in Rebel Without the Pulse ни много ни мало в пропаганде каннибализма. Разработчикам оставалось лишь развести руками от удивления и указать американским законодателям, что Стабс вовсе не человек. А значит, даже поедая человеческую плоть, каннибалом не может быть по определению. Сложно сказать, удовлетворились ли конгрессмены таким объяснением, но никаких санкций к игре они применять не стали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мало кто станет по собственной воле искать встречи с зомби, но то обычные люди. А журналист по роду своей деятельности должен быть в самом центре событий. Вот и фотокорреспондент Фрэнк Уэст, узнав, что маленький городок Уиллометт в Колорадо взят в блокаду силами национальной гвардии, решил лично выяснить, в чем же дело. Уиллометт встретил чересчур любопытного журналиста толпами зомби, рыскающих по гигантскому торговому центру в поисках новых жертв. Возможно, кого-то другого столь негостеприимный прием заставил бы сто раз пожалеть о затее и сунуться в закрытый город, но только Нью-Уэста. Он, наоборот, учуял запах главной сенсации века. Чем Дэд Райзинг выгодно отличался от большинства интерактивных хорроров, так это необычайной свободой действий, которую получали игроки. Мы были вольны сами выбирать, гоняться ли нам с камерой наперевес за сенсационными кадрами, махнуть рукой на профессиональные обязанности и спасать последних живых обитателей Уиламетт или заняться изобретением новых необычных способов истребления зомби. В кадре их, кстати, могло быть разом несколько сотен. А жесткое ограничение по времени, 72 игровых часа на поиск ответов на все вопросы, дополнительно повышало накал страстей. Сама же игра ловко балансировала на грани серьезного хоррора и откровенного трэша. Сама же игра Создатели Dead Rising, подобно большинству коллег по цеху, вовсю черпали вдохновение и идеи в классических фильмах ужасов, в частности, в «Рассвете мертвецов» все того же Джорджа Ромеро. Компания MKR Group, которые принадлежат права на эту картину, даже сочла, что Capcom переборщила с заимствованиями и попыталась засудить японских разработчиков. Суд, впрочем, встал на сторону последних, и они с чистой совестью смогли заняться второй частью Dead Rising, которая, правда, оказалась не столь самобытной и увлекательной, как оригинал. Субтитры сделал DimaTorzok Быть может, это покажется странным, но своим рождением главный сервайвл-хоррор в современности в значительной степени обязан заурядному ужастику 79-го года выпуска. Это зомби итальянского режиссера Люччо Фульчи. Фильм в свое время сильно разочаровался инзимиками, и тот захотел создать собственную историю о живых мертвецах, которая исправила бы все ошибки и недочеты, допущенные Фульчи. И в середине 90-х Миками взялся за реализацию этой мечты, в результате чего на свет появилась первая часть Resident Evil, в родной Японии более известная под названием Biohazard. Заслуги Resident Evil перед игровой индустрией невозможно переоценить. С ее выходом появилось само понятие сурвайвл-хоррор, и началась повальная, не затухающая по сей день мода на игры о зомби. И именно с легкой руки Миками появление нового страшного вируса стало излюбленным у сценаристов и писателей объяснением феномена живых мертвецов. В общем, вряд ли кто-то будет спорить, что для зомби-жанра сериал Resident Evil то же самое, что гражданин Кейн для кинематографа 20-го века. Да и с коммерческим успехом у обители зла был полный порядок. Полтора десятка игр, разошедшихся общим тиражом в 45 миллионов копий, и звание самого успешного сериала Capcom, четыре голливудских экранизации и один полнометражный анимационный фильм, второй готовится к выходу в 2012 году, бесчисленное количество книг, комиксов, коллекционных фигурок. Все это красноречивее любых восторженных эпитетов, которые мы можем придумать о величии Resident Evil. Однако на верхней ступеньке нашего пьедестала почета всему сериалу явно будет тесновато. И потому мы отдадим пальму первенства Resident Evil 2. Конечно, она была уже не столь революционной, как первая часть, зато в ней Миками и Capcom довели до идеала атмосферу, видеоряд, режиссуру и геймплей. Так что и по сей день Resident Evil 2 служит эталоном качества для многих игр в жанре survival-horror. На этом все. До новых воспоминаний в следующем месяце. Субтитры создавал DimaTorzok